Hola Amigos, на связи Матвей. Не так давно на своём канале я делал видео о пяти причинах, почему стоит играть именно в Fortnite на телефоне. И тогда я подумал, раз Fortnite у нас весь такой мультиплатформенный, то какую платформу можно считать лучшей для игры Fortnite? И в сегодняшнем видео мы в этом разберёмся. Я возьму три основных платформ для игры Fortnite, а именно ПК, консоли и мобильные устройства. Причём, прошу заметить, Nintendo Switch я отнесу конкретно консолям, и позже я объясню почему. Ну и соответственно, эти три платформы я буду сравнивать по пяти критериям. А именно, доступность, мобильность, оптимизированность, лёгкость в освоении, ну и сообщество. Ну и по ходу разбора я вам поподробнее расскажу, что означают данные критерии. Ну и в степени удовлетворённости данных платформ по этим критериям мы им будем выставлять от одного до трёх очков. Соответственно, если платформа отвечает всем запросам данной критерии, мы им ставим три. Если не очень, то два. Если вообще не отвечает, ставим один балл. По итогу мы суммарно подсчитываем, сколько баллов набрала каждая платформа, и платформа, набравшая большее количество баллов, будет являться по нашей критике лучшей. В общем, если что, по ходу видео разберётесь. Ну а перед тем, как мы перейдём к сегодняшней теме, если вы впервые на моём канале, и если вы так же, как и я, играете в Fortnite Mobile, да даже если вы играете на любой другой платформе, обязательно оформите подписку. Поддержите меня, как начинающего автора, я стараюсь. Если вы уже подписались, то ни в коем случае не стоит забывать, что наилучшая поддержка меня, это мой тег-автор Motivcar в вашем ждемном магазине Fortnite. Смело водите его и покупайте исключительно с ним. Также вы можете делать скрытный ваших покупок с моим тегом, и добавлять их в специальный альбом мой группа канала ВК. Ссылка в описании, так вы сможете попасть в ролик, как и следующий, ребята, в конце видео. Ну а теперь, после небольшой саморекламы, давайте-ка приступим к сегодняшней теме. Давайте я вам сначала объясню, почему я не считаю Nintendo Switch за мобильные устройства. Под мобильными устройствами я подразумеваю либо телефоны, либо планшеты. Потому что телефоны и планшеты покупают не только ради игр, так сказать, ради бытовых целей. А Nintendo Switch покупают исключительно для того, чтобы играть. Эдакая консоль просто маленьких размеров. Так, давайте приступим к самому сравнению. Первое критерие это доступность. Данное критерие под собой подразумевает общая доступность для человека. То есть цену. Начнем с ПК. Собрать себе нормальный компьютер, чтобы комфортно глиндить ПТС на арене, стоит 40 тысяч рублей, если не больше. Плюс включите в эту сумму денег еще стоимость на монитор, мышку, клавиатуру и получите целых 50 тысяч рублей. Минимальная стоимость консоли, которая будет спокойно тянуть Fortnite на высоких настройках в 60 FPS, стоит 25 тысяч рублей, если мы говорим про PlayStation 4 Slim. Включать в стоимость покупку телевизора или монитора я не буду, потому что я уверен, сейчас в каждом доме есть какой-нибудь но телевизор. И теперь про мобильные устройства. К сожалению, на Apple сейчас не поиграешь, а мы будем говорить именно про возможности, которые доступны на данный момент. Средняя цена на Android, который будет тянуть стабильные 60 FPS в Fortnite, будет равняться минимум 40 тысяч рублей. Но однако, телефон сейчас есть абсолютно у каждого. И с вероятностью 90% зритель, смотрящий это видео, имеет возможность скачать Fortnite на свое Android устройство. Если нет официальной поддержки 60 FPS, можно всегда это сделать по моему способу, через изменение конфига. В общем, если учитывать просто цену на телефон, это будет плохо. Но если учитывать тот факт, что сейчас у каждого человека практически есть нормальный телефон, то эта возможность можно даже считать бесплатной. Причем, при покупке дорогого телефона вы получаете не только хорошую возможность поиграть в Fortnite, но и вообще получаете, в общем-то, крутой девайс. Удобный, с хорошим экраном, с крутой камерой. Ну, вообще, хорошее устройство для себя, которое хватит минимум на лет 5. В общем, давайте посчитаем баллы каждой платформы. ПК однозначно получает всего 1 балл. Он дорогой, в быту у обычного человека его нет, а если даже есть, то, скорее всего, слабый. Ну и, в общем-то, подходит только и для игр, поэтому ставим 1 балл. Консоль получает 2 балла, потому что, во-первых, стоит относительно дешево, а во-вторых, в быту у обычного человека его найти нельзя. То есть, ты покупаешь консоль, используешь ее только для игр, то есть, другого назначения у нее нет. Ну и телефон однозначно получает все 3 балла. Телефон, который будет хорошо тянуть фортад, есть практически у каждого. И в большинстве случаев потребности покупать этот девайс нету. Получается вот такой результат. Вторая критерия – это мобильность. То есть, возможность платформы переносить с собой и играть в любом месте. Так, ну, ПК, я уверен, без возражений, 1 балл. Я бы 0 поставил, если можно было. Он большой, тащить его будет сложно. Если покупать ноутбук, то это выйдет минимум в 60 тысяч рублей. В общем, что я объясняю, я уверен, это и так всем понятно. Теперь про консоль. В принципе, консоли не такие уж и большие. И их нести, например, на ночевку к другу будет достаточно комфортно. А если мы говорим про Nintendo Switch, то вообще можете играть где угодно. В общем, ставим 2 балла, не меньше. Про телефоны, я уверен, тут всем все ясно. Ни у кого не возникает никаких трудностей носить этот небольшой девайс всегда у себя в кармане. Ты можешь играть абсолютно везде, главное, чтобы хорошо ловила мобильный интернет. 3 из 3 балла, я бы больше поставил, если можно было. В общем, предлагаю взглянуть на результаты и погнали дальше. Следующая критерия, это оптимизация. То есть, возможность платформы нормально тянуть игру. С компьютером достаточно спорная ситуация. Конечно, компьютер за 30 тысяч вряд ли будет хорошо тянуть Fortnite. Но если мы говорим про более широкий диапазон цен, например, 60 тысяч или 50, то в этом проблем никаких не возникнет. С консолями все довольно-таки сложнее. В принципе, какую бы ты консоль не купил, а 25 тысяч рублей, она будет тянуть стабильно 60 FPS в Fortnite на средних настройках, если мы говорим про лейты в арене. А так, в принципе, если просто играть в паблик, и на эпических, и на сложных будет тоже стабильный 60 FPS. Больше 60 FPS здесь, к сожалению, сделать нельзя, как на компьютере, например. Хотя, если мы будем говорить про PS5 или последний Xbox, там вообще можно спокойно играть с разрешением RTX. Но вот если мы будем говорить, например, про Nintendo Switch, то там даже 60 FPS нету. Про телефонные я вообще молчу. Конечно, если бы Fortnite был на iOS, было бы всё куда проще. Потому что все айфоны и айпады, начиная с 2017 года, тянут стабильный 60 FPS даже на высоких настройках графики. Айпад вообще все 120 FPS выдаёт, даже не все консоли так могут. Но вот, к сожалению, в наших реалиях, когда в Fortnite ты можешь поиграть только на Android, всё очень печально. Нормальное устройство, которое официально поддерживает 60 кадров в секунду в Fortnite, стоит от 30 тысяч рублей. Причём это не конкретное устройство с конкретными процессорами, это просто отдельное устройство, потому что даже не все телефоны с крутыми процессорами на Android тянут 60 FPS в Fortnite. Эпики просто не делают никакой оптимизации для Android игроков. Так бы, я думаю, ситуация была бы куда лучше, но в наших реалиях исключительно так. Да, можно теоретически установить 60 FPS на любое Android устройство в Fortnite по моему способу, но официальные 60 FPS и 60 FPS, установленные вами, это абсолютно две разные вещи и ощущается по-разному. Тут вам больше геймора, тут вам урезанная 3D графика и так далее. В общем, давайте подведём итоги. Компьютеру, я думаю, дать все 3 балла. Ты сам можешь регулировать производительность устройства в зависимости от того, какой цены у тебя комплектующие. Ну и, соответственно, выбор FPS у тебя тоже широкий. Ты можешь сделать себе 130, 120, 240 и так далее. Консоли, я думаю, тоже поставить заслуженные 3 балла, потому что даже за 25 тысяч рублей ты можешь играть в Fortnite в стабильные 60 FPS на высоких настройках графики. Мобильным устройством я поставлю всего 1 балл. Я думаю, это справедливо. Был бы Fortnite на Apple устройствах, возможно бы я поставил 2 или 3 балла, но в наших реалиях это только 1 балл. И вот какие результаты у нас получаются. Следующая критерия это лёгкость в освоении. Это насколько легко будет на каждой платформе освоиться в управлении и начать хорошо играть с нуля. Ну и какой скилл у вас будет по итогу. В общем, с ПК довольно-таки всё легко. На ПК есть физические кнопки, у вас есть мышь, вы можете хорошо и отлично строиться, и также иметь хороший АИМ. Если будете достаточно уделять времени на игру, то по итогу у вас должен быть лучший скилл относительно других платформ. На консоли всё посложнее. Освоить хороший скилл на джойстике очень сложно. Тут много проблем с сенсой и так далее. Научиться хорошо играть и обыгрывать тех самых ПК игроков достаточно сложно. Но реально, на телефоне это жесть. У телефона просто гладкая поверхность экрана, нет никаких физических опознавателей. Играя как в обычно другие игры, в два пальца вы далеко не уйдёте. Вам придётся ставить управление минимум в четыре пальца, а то и в шесть, если мы говорим про планшеты. Много проблем с самим управлением, сенсой, в общем, тут довольно-таки надо долго разбираться. Ну и выйти на уровень, чтобы обыгрывать консольщиков и ПК игроков очень сложно. Давайте-ка посчитаем баллы. ПК тут без сомнений все три балла. У консоли я могу дать только два балла. А на телефоне или планшете это вообще один балл, потому что выйти на уровень ПК игроков или консольщиков, это достаточно сложно. Такие результаты у нас получаются по итогу. Но знаете, во время монтажа я тут подумал, что хоть на ПК можно легко освоиться в управлении и начать круто играть, однако на этой платформе очень большая конкуренция. Поэтому я решил сделать новые критерии для платформ, а именно конкуренция. Думаю, что ПК, что консольщикам стоит поставить один балл, потому что, чтобы стать лучшим игроком на этой платформе, это вот практически нереально. Я бы тоже поставил один балл мобильным игрокам, если бы Fortnite был на iOS-устройствах, потому что тогда была очень жесткая конкуренция. Сейчас же, пока все игроки на iPad'ах пропали, стать одним из лучших на этой платформе не так уж и сложно относительно других платформ. Так что я ставлю два балла. И вот наш обновленный счет. Следующая и последняя критерия – это сообщество. Тут я определяю, насколько развито сообщество данной платформы, ну и также, сколько Epic Games предоставляет всяких событий по типу турниров для каждой платформы. Для ПК игроков, я уверен, здесь все отлично. Здесь есть куча турниров, куча других событий, да и вообще большинство призовых берут именно игроки на ПК. Консольщики особо ничем в этом плане не отличаются. У них также много турниров и крутые призовые. Что, к сожалению, не скажешь про мобильные платформы. Думаю, все было бы круто, если бы Apple не удалила Fortnite на своих устройствах. Потому что тогда сообщество достигло своего пика, было куча турниров специально для мобильных игроков, на котором были, кстати, хорошие призовые. Ну и тогда мобильные игроки имели хорошее влияние в общем в игре. Сейчас же все очень плачевно. На турнирах мобильных игроков кидают консольщикам, на андроиде играют очень мало людей относительно других платформ, да и вообще после войны Apple и Epic Games сообщество мобильных игроков стало разрушаться. Давайте-ка оценим эту критерию в баллах. Что ПК игрокам, что консольщикам я поставлю 3 балла. У них было, есть и всегда будет все отлично в этом плане. Мобильным игрокам я поставлю всего 1 балл. Думаю, справедливо. Опять же, не было бы этого всего конфликта, я бы поставил больше. В общем, по итогу нашего рейтинга посмотрите на результаты. Третье место занимает мобильная платформа, она набрала 11 баллов. Второе место забрали ПК игроки, они набрали целых 12 баллов. Ну и консоли можно считать лучшей платформой для игры в Fortnite по нашему рейтингу, ведь они набрали 13 баллов и забрали первое место. Давайте подведем итоги. Вообще, я могу сказать, что какая платформа лучше определяет каждый человек для себя сам. У кого-то при каких-то обстоятельствах лучшая платформа будет ПК, у кого-то консоли, у кого-то мобайл. Я вас не заставляю сильно придерживаться результатам данного конкурса, потому что тут мы огласили общие факты. Для кого-то могут быть индивидуальные обстоятельства, и какие-то факты могут быть неактуальны. Да и вообще, думаю, если бы не было конфликта Apple и Epic Games, мобильная платформа являлась бы самой лучшей для игры Fortnite. При этом я не учитывал тот факт, что можно просто подключить геймпад к телефону и играть так везде, где захочешь. В общем, пишите в комментариях, что думаете по этому поводу именно вы. Пишите, на какой платформе вы играете, пишите, какую вы считаете платформу самой лучшей. Может, я забыл упомянуть какие-то факты, не знаю. Если вы досмотрели этот ролик до этого момента, уверен, он вас чем-то зацепил, наверное, понравился, так что не забудьте поставить лайк, если вы этого еще не сделали. Ну а по традициям с вами, как всегда, был Матвей. Hasta luego.